Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественными организациями. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, вместе мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского муниципального района. Так, сегодня у нас необычный весьма эфир. Как вы наверняка знаете, не так давно общественная палата провела новый набор. Сегодня это уже общественная палата Одинцовского района третьего созыва. И сегодня в нашей студии впервые люди, которые, в общем-то, являются свежей кровью этой организации. Это новые лица общественной палаты. Если у вас имеются к ним какие-либо вопросы, комментарии, пожелания, возможно, мы работаем для вас в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Звоните, и мы постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня, как я уже сказал впервые, Елена Викторовна Котова. Добрый вечер. Добрый вечер. А Елена Викторовна, насколько я понимаю, работает у нас теперь в комиссии, которая занимается жилищно-коммунальным хозяйством. Верно? Да. Очень приятно. Тема очень-очень просто бездомная. Действительно, к сожалению, хоть Одинцовский район и является одним из лидеров по уровню развития инфраструктуры в Подмосковье, тем не менее по ЖКХ все равно вопросы есть. Так что работа у вас, в общем-то, непочатый край. Будем обсуждать. И ваш коллега в данной комиссии, насколько я понимаю, Антон Алексеевич Андреев. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы ведь тоже жилищно-коммунальным хозяйством будете заниматься. Ну что ж, Антон Алексеевич, Елена Викторовна, вопрос первый довольно, знаете, такой вот базовый. Не касается непосредственно ваших планов на будущее и так далее. Давайте вот по факту. Почему вы вообще вот решили обратиться в общественную палату? Почему вы вообще решили именно в этой организации попробовать свои силы? Ну, на самом деле, немножко не так. Я не новое лицо в общественной палате. Я уже где-то около года чуть более работаю консультантом-экспертом. Работал в комиссии по ЖКХ. И вот в данный момент был избран на выбор член общественной палаты. Тем не менее, я понимаю, уверен, вы со мной согласитесь, членство это уже новая ответственность, новый, в общем-то, спектр возможностей. Это новый уровень, новая планка, к которой будем стремиться. А вообще общественной деятельностью я занимаюсь уже более пяти лет. Начинал я, наверное, как и многие, с каких-то локальных вопросов, то есть своего микрорайона, своего дома. Это организация инициативных групп, решение вопросов в ЖКХ, общение с управляющими компаниями. И решил в какой-то определенный момент попробовать для себя выйти на более новый уровень, то есть поучаствовать в вопросах района, города Одинцова, наших поселений. А вот у меня к вам такой вопрос. Смотрите, вот вы обычный житель, скажем, лет 5-10 назад своего населенного пункта. Вы уроженец какого у нас города? Я не родился в Одинцовском районе, я родился в Рязанской области, но уже довольно-таки большой срок. А сейчас где живете у нас? Сейчас в Гусарской балладе. Гусарская баллада. Вот смотрите, вы житель Гусарской баллады, да? У вас возникает какая-то сложность. Ведь есть депутатский корпус, то есть по идее народные избранники, которые должны доносить до ответственных органов власти эти вопросы. Есть управляющие компании, при каждой из которых, разумеется, есть горячие линии и так далее. Почему вообще, на ваш взгляд, возникает у людей иногда необходимость создавать какие-то инициативные группы и так далее? Ну, наверное, когда люди объединяются, проще сформулировать вопрос. Во-первых, друг друга консультируют, опять же, вот инициативные группы. То есть кто-то в каком-то вопросе более разбирается, чем сосед, да? И вот когда они собираются, организуют вот инициативную группу, они уже более четко могут сформулировать запрос, вопрос, письмо в какой-то орган власти или в какую-то организацию. То есть это, другими словами, не просто такой, знаете, глаз недовольства получается. Это уже что-то действительно конкретно сформулированное, возможно, даже проконсультированное со стороны некоторых экспертов, например, юристов. И уже такой получается более монолитный и запрос, и более солидная формулировка, верно? Да, и более понятная. И что самое важное, что формулировка эта направляется по адресу, то есть адресату чаще всего. Вам сложно было, когда вы вообще начинали все это, потому что, ну, к сожалению, в России сложился такой момент, что юридическая, правовая грамотность населения не очень высокая. Многие из нас, даже люди с высшим образованием, зачастую вот оказавшись в действительности нашей, да, в наших реалиях, не вполне понимают, к кому обращаться, с кем разговаривать. Вот, когда вы оказались перед ситуацией, когда вам нужно конкретно, вот, мне не нравится этот факт, да, мне нужно, например, кому-то написать, вам сложно вообще было во все это втянуться, во всю эту работу? Ну, лично для меня я довольно-таки, в принципе, просто втянулся в работу общественника, то есть общественную работу. У меня, в принципе, были помощники, так, в принципе, я и познакомился с общественной палатой, как с организацией, то есть когда у меня, как у руководителя инициативной группы возникали, ну, какие-то вопросы, проблемы, а проблемы у нас были с проблемный застройщик, недостроенный микрорайон. Я обращался в общественную палату и получал устраивающие меня ответы, то есть меня направляли в нужную сторону, и таким образом я, в общем-то, и сам научился работать более-менее грамотно. И, в принципе, вот таким образом я и попал в комиссию по ЖКХ, где-то около года назад, консультантом-экспертом, то есть решил вот выйти из района и вот попробовать себя. Я так понимаю, раз вы вышли на уровень общественной палаты всего Одинцовского района, значит, непосредственно в Гусарской балладе вы с теми проблемами, которые у вас там возникли, справились так или иначе, верно? С какими-то справились, с какими-то, если честно, нет. Какие-то вопросы до сих пор мы продолжаем решать, то есть, в принципе, я до сих пор состою в инициативных группах, вот их несколько, там проблемы с социальными объектами, как и во многих новых наших районах, ну и, в принципе, во всем Одинцовском районе. Ну, я так понимаю, что нередкие ситуации, когда и общественные организации, даже высокого уровня, такие как общественная палата, не всегда могут некоторые вопросы исправить. В той же Гусарской балладе сложилась ситуация, которой, в общем-то, пришлось подключиться напрямую к главе Одинцовского района Андрея Робертовича Иванова, напрямую взять в свои руки руководству некоторыми процессами. Тем не менее, хотелось бы вот понять, смотрите, в рамках Гусарской баллады вы сказали, что познакомились с общественной палатой, да, потом вы решили прямо-таки изнутри уже попробовать в ней состоять. А почему не пошли сразу в членство? Почему вот попробовали сперва так издалека консультант-эксперт? Потому что хотел попробовать, получится ли у меня, потому что все-таки эта работа довольно-таки сложная. Это я уже сейчас понимаю, что очень много на эту работу уходит личного времени. Мало того, что мы все члены общественной палаты, все представители, консультанты, эксперты, они работают на основной работе, у них есть семьи. И в итоге приходится находить время заниматься вопросами не только, опять же, своего микрорайона, а в общем нашего целого Большого Одинцовского района. То есть на это уходит очень много сил и личного времени. Смотрите, вы сказали, что были непосредственно руководителем инициативных групп. А роль руководителя, роль лидера, она довольно конкретная. Это человек, который на себе тянет массу людей. У него могут быть в помощниках, хорошо разбирающиеся в юридическом аспекте вопроса люди, в архитектурном. Ну, неважно, зависит от того, что за инициативную группу мы обсуждаем. Но ведь в рамках общественной палаты вам придется работать с людьми равными. У вас не возникнет вопросов с товарищеской точки зрения. Я не предполагаю, что вы там будете всех пытаться ставить, строить и так далее. Но тем не менее. То есть где-то вашу точку зрения, возможно, не все поддержат. Тоже. Вот, например, вы хотите сделать этот аспект лучше, да? А ваш коллега по комиссии, по ЖКХ скажет, слушайте, ну это хорошая идея, но не так. Совершенно не так. Давайте вот так, так и так. Вот вы как себе эту работу представляете? Часто оно так и происходит, у нас внутри есть диалог. Вот мы буквально сейчас в студии оказались, прям приехали быстро с заседания нашей комиссии. То есть обсуждали очень много было вопросов на будущую работу, то есть как мы ее видим. И были какие-то разногласия, какие-то вопросы. Но в итоге идет диалог, все члены общественной палаты, консультанты-эксперты в итоге приходят к какому-то единому мнению по решению какого-то вопроса. Получается, первая неделя у вас работа? Первая неделя. Елена Викторовна, давайте мы немножко на вас переключимся. Вы, пожалуйста, не молчите, нам очень интересно с вами познакомиться, узнать, кто вы и чем вы занимаетесь. Давайте с тех же вопросов начнем. Почему решили лично вы в общественную палату района пойти на, в общем-то, сложный довольно труд, на непростую работу? Ну, я знакома с опытом общественной работы. 14 месяцев я являюсь уполномоченным представителем по поселку Новый Городок. Это первый военный городок в нашем Одинцовском районе, который был передан в муниципальную собственность. А, извините, уполномоченным представителем кого? Губернатором Московской области. Вот те вопросы, с которыми я столкнулась за эти 14 месяцев, они подтолкнули меня, те проблемы, те вопросы, они подтолкнули меня обратиться именно в общественную палату. Не с запросом, не с проблемами, а именно как член общественной палаты, потому что здесь собрались действительно неравнодушные люди, неравнодушные люди к проблемам нашего Одинцовского района. У нас район, наверное, самый большой, который имеет военные городки, их 14 штук. Что-то передано, что-то не передано, что-то где-то мы можем помочь людям, где-то мы не можем, к сожалению, помочь. Те проблемы, которые сейчас у нас в военных городках, они общие. И люди в свое время, которые принимали присягу на верность Родине, там были такие слова, что переносить все тяготы лишения воинской жизни, воинской службы. Но, к сожалению, присяга уже закончилась, а вот эти лишения остались. И очень хочется помочь жителям, которые остались в этих городках, потому что где-то всего лишь проживает 60 жителей. В моем городке проживает 9124 человека. Это новый городок. Да, это новый городок. Мы явились, как я уже говорила, пилотным проектом. И мы все хотели, что когда 16 мая был подписан приказ о передаче нашего городка в муниципальную собственность, 17 мая мы думали, что мы проснемся все в новом городке в буквальном смысле этого слова. Но, к сожалению, и так бывает только в сказках. И на протяжении 14 месяцев у нас появились те проблемы, которых мы даже не подразумевали. И я надеюсь, и вот сегодня уже мой коллега сказал, что у нас прошло первое рабочее заседание. И я для себя действительно сделала вывод, что мы сможем решить проблемы не только моего нового городка, но и оставшихся 14 городков, те проблемы, которые на сегодняшний день есть. Тем более, очень тесно мы работаем с Андреем Ропертовичем Ивановым. И я думаю, что внимание его именно к общественной палате делает ему большой плюс. И главное, что мы видим результат нашего с ним общения вот именно на таком официальном уровне. Елена Викторовна, я предлагаю далеко не откладывать все это в темный ящик. Давайте прямо сейчас решать эти вопросы. Вы расскажите, что в основном в городке происходит. И, уважаемые зрители, я напомню, мы сегодня говорим снова, мы члены общественной палаты. Вот сейчас, в частности, Елена Викторовна нам Котова рассказала, что во многих военных городках есть проблемы. Ну, в общем, какой житель Одинцовского района не знает о проблемах с передачей военных городков на бюджет местных муниципалитетов? Многие знают. Но, конечно, каждое поселение, я думаю, вы согласитесь, это уникальные проблемы. Если у вас непосредственно какая-то сложность есть, если вы житель военного городка, если у вас есть знакомые или друзья жителей военных городков, звоните. Наш телефон 508-86-84. Мы непосредственно сейчас постараемся это обсудить. Если не сможем как-то грамотно вас проконсультировать, в любом случае, любой звонок здесь, сюда, в наш эфир, намер оценивается как обращение в общественную палату Одинцовского района, официальное. Так что, рано или поздно, это дойдет до человека, который к вашему вопросу так или иначе отношение имеет. Звоните 508-86-84. Елена Викторовна, давайте по двух словах рассмотрим этот вопрос. Я правильно все сказал. У нас в передаче идет военных городков с бюджетом Минобороны на местный муниципалитет. Я так понимаю, у Минобороны, просто, насколько я помню, я занимался этой темой, уже прошло некоторое время, год где-то. А Минобороны там создал определенную управляющую компанию, которые свою работу выполняли недобросовестно, верно? Да. То есть, речь идет об инфраструктуре, дорогах. Да, именно касаемо, что особенно в контексте нашей специализации ЖКХ. Но дело в том, что мы столкнулись несколько с другими проблемами. Я даже сейчас уже не буду обращать внимание на работу Министерства обороны. Так сказать, мы перелеснули эту страницу своей истории. Я хочу сказать, что в контексте уже нашей муниципальной жизни. Наш военный городок, знаменитая авиабаза Кубинка, где дислоцируется наша авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи Стрижи», наверное, известен, ну, если не сказать, что во всем мире, то во всей России это действительно так. Да лучше никто не летает в мире, конечно, на весь мир. Мы не умаляем заслуги, достоинства, но хотелось бы, чтобы, так сказать, и социально, и культурно, и бытовая, самая главная жизнь наших пилотажников, а самое главное не только наших ребят, которые сейчас прославляют нашу страну, но и те люди, которые стояли у начала истории нашего центра показа, это лётчики, техники. Мы понятия не имели, что такое нормальные дороги, что такое ЖКХ, что такое тепло в доме. Но в этом году, когда вот нас уже передали в муниципальную собственность, и хочется сказать большие слова, большой благодарности именно правительству нашей Московской области, которая выделила деньги, мы отремонтировали водозабор, мы отремонтировали скважины, мы отремонтировали котельную. За много лет у нас первый раз в домах было тепло этой зимой, то есть для нас это было что-то неожиданное, для нас, скажем так. Но и существуют такие проблемы, когда нас передали, мы подписали дорожную карту, которая была согласована во всех, так сказать, инстанциях, где чёрно-по-белому была прописана реконструкция нашей жилой зоны, те объекты, которые жизненно необходимы были для нашего городка. В первую очередь это детский садик, потому что он занимает у нас первый этаж жилого трёхэтажного здания, где детки спят на раскладушках, такое, наверное, ну, я не знаю, я не знаю второго такого детского садика. Мы запланировали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, мы запланировали ремонт нашего дома офицеров, который находится в плачевном состоянии, мы запланировали благоустройство наших придомовых территорий. Но прошла такая информация, которая была озвучена в средствах массовой информации, что из-за превышения шумов, которые издают наши самолёты, строительство отложено. Четыре месяца... Простите, я не понял, что это означает. Это означает то, что шумы, которые издают наши самолёты, ну, практически смертельно опасны для наших жителей. Так, подождите, а сами жители, которые живут там многие-многие годы, они в курсе, что это для них смертельно опасно, и каким образом это влияет на строительство новых объектов? Дело в том, что, да, вот мы столкнулись, и четыре месяца я боролась на всех уровнях, по-хорошему, по-плохому, стучась во все двери. Но изначально прошла информация посредством массовой, по нашему телевидению, что шумы превышают. Но одно дело сказать, а другое дело предоставить документы. В течение четырёх месяцев никто не мог мне предоставить экспертизу документальную, в которой было бы прописано, что вот организация провела замеры, и они превышают. Я понял. Елена Викторовна, такой вопрос. Вы ведь дорожную карту подписывали с представителями администрации муниципальных властей. А вы с ними-то напрямую разговаривали? Конечно, мы разговаривали. Потому что при всём уважении к средствам массовой информации, как явлению к таковому, я не говорю о конкретных изданиях, а порой журналисты ошибаются, не проверяют информацию. Ну, дело в том, что изначально эта информация была озвучена Андреем Юрьевичем Воробьёвым, согласно Воздушного кодекса. За это время я изучила Воздушный кодекс, различные техусловия, СНИПа, СНАПа и всё, что только можно, всё, что нельзя. Экспертизу такую мне никто показать не мог. Спустя четыре месяца я добилась проведения этой шумовой экспертизы. Экспертизу по шумам мы прошли, строительство капитальное возможно. Но мы потеряли эти четыре месяца, потому что нельзя сейчас, как мы все знаем, если кто-то там сказал бы, что строите, это должна пройти экспертиза местности, это должна составить документацию. Вы знаете, Елена Викторовна, самое первое, что приходит в голову, это ошибка. Очевидная ошибка. Вероятно, люди, которые работают по этому направлению, конкретно по вашим городкам, при оценке провели работу, может быть, и вполне грамотно, может быть, вполне с полной отдачей, с пониманием ответственности, но ошибка допустилась. По крайней мере, первая мысль приходит именно такая. Понимаете, дело в том, что ошибка, нельзя казнить, миловать. Но дело в том, что нас одновременно казнили порядка 9 тысяч человек. И когда я доказывала о том, что наши дети, якобы заботясь о том, что нашим детям шумы эти мешают, нельзя капитально строить, наши дети, находясь в утробе матери, привыкли уже к этим шумам, как бы мы ни говорили, там вредны они или не вредны. И мы знаем, и в зависимости от специализации военных городков, будь то танковые, будь то авиация, если авиация не летает, это значит две причины. Либо кончился керосин, либо случилась какая-то беда. Но это ведь право ваших жителей всегда пели в песнях «Первым делом самолета». Да, но дело в том, что я к чему хочу сказать, к чему веду разговор, что очень хочется, чтобы наши жители, бывшие военнослужащие, служивые люди, как нас называют, жили в нормальных человеческих условиях. Когда нам сделали пилотный проект при домовой территории, мы ходили туда как на праздник, с колясками, с детьми, после работы, хотя проблем было по этой первой территории тоже очень много. Нам сделали вторую территорию, тоже были какие-то свои проблемы. Сейчас нам делают уже третий, четвертый, пятый дом, я имею в виду по экземплярам, но мы встретились с другой проблемой. Эти точки у нас разрознены по всему городку. Почему с нами, с жителями, не согласовали, что хотя бы сделать бы один какой-то квартал, то есть кольцевать. То есть у нас получается один дом в одной части, второй тут. И вот эта несогласованность, и мне, как у полномочного по городку, я считаю каждую копейку. Хотя мне сказали, что не надо считать чужие деньги. Но я считаю, что это мои деньги, деньги моих земляков, которые должны все до последней копейки пойти на то, чтобы наш городок действительно стал новым. Я думаю, они этой ремаркой просто обращали ваше внимание на то, что деньги вам дадут в любом случае. И раз есть план, значит, сделают. Вы знаете, на самом деле, Елена Викторовна, вам можно только позавидовать. Я имею в виду ситуацию, я имею в виду вас лично в том плане, что у вас появилась возможность напрямую разговаривать с людьми, ответственными за этот вопрос. И тот факт, что вы перечислили работу, которая уже была проведена, то, что она идет, а не, знаете, встала там полгода назад и заехала. Как, знаете, бывает в некоторых странах, да даже в некоторых районах нашей страны случаются ситуации, когда камеры уехали, люди разбежались, пустырь остался. У вас получается, что, смотрите, в рамках губернаторской программы, программы по его инициативе, во-первых, вы наконец-то очутились в муниципалитете, и вот с этим уже я вас поздравляю прекрасно. Во-вторых, непосредственно местные муниципальные власти, в том числе на таком высоком уровне, как глава района Андрей Робертович, он вами занимается. И вот эта вот работа, то, что она идет, она может быть действительно в каком-то мере изнутри показаться разрозненной и так далее. Для этого ведь и нужны общественные организации. Вы изнутри видите проблему, вы можете человеку, который занимается сотней таких кубинок, условно говоря, да, не хочу никого обидеть, вы ему можете объяснить, что здесь лучше сделать, подсказать что-то. Вот в этом плане только позавидовать, конечно, можно. Да, ну знаете, еще я всегда в своей работе руководствуюсь фразой, которую я прочитала. Если делу ничего не мешает, значит, оно не угодно Богу. Мы занимаемся богоугодным делом. Поэтому я верю, надеюсь, что не только жители поселка Нового Городка, но и всех военных городков будут жить в нормальных, цивилизованных, человеческих условиях. В теплых домах, с асфальтом, с дорогами. Ну, в данном случае, что приятно, вы не боретесь против людей, каких-то недобросовестных или организаций. В данном случае вы боретесь против обстоятельств. То есть то, что с вами вообще работают в таком тесном взаимодействии, вы находитесь с администрацией района, с администрацией Кубинки. И у вас есть единомышленники. А теперь и вовсе ваши единомышленники – это крупнейшая общественная организация Одинцовского района. Будем надеяться, что все это, конечно же, закончится чем-то хорошим, правильным. Потому что наши юнослужащие, они, в общем, всю жизнь только и доказывают, что они достойны самого лучшего. Да, хочется в это верить. И мы действительно не теряем этой надежды. Ну, просто вот хотелось бы сказки. Ну, хочется, конечно. Но оно все равно все получится. Получится. Вообще нет. Конечно, получится. Главное, что теперь, повторюсь, у вас есть возможность напрямую, будучи не там спущенным из-за откуда-то человеком, а жителем, да, посмотреть изнутри, действительно, идет процесс или нет. Да. И если раньше вот конкретно надо было искать человека, через которого передать свою информацию, то теперь я конкретно знаю, кому чего и как можно передать. Ну, Елена Витальевна, мне было лично с вами очень приятно познакомиться. Я думаю, что в следующий раз мы с вами увидимся через несколько месяцев, когда вот все новые лица общественной палаты у нас здесь побывают, познакомятся с нашими телезрителями. И я думаю, что к тому моменту, как мы с вами опять увидимся, у вас уже будут какие-то конкретные впечатления от работы. Да, и результаты. Спасибо большое, что вы к нам приезжали. Я сейчас предлагаю вам, а также нашим телезрителям, посмотреть вообще, как проходили выборы в общественную палату Одинцовского района третьего созыва. На первом заседании общественной палаты Одинцовского муниципального района присутствовали 38 активистов из 45, в том числе олимпийский чемпион, знаменитый лыжник Никита Крюков. Поздравить новобранцев в Одинцово прибыл член общественной палаты Московской области Андрей Губанов. Позвольте от себя лично, от исполняющей обязанности председателя Московской областной палаты Марина Андреевна Юденич поздравить вас с избранием в члены общественной палаты третьего созыва. Мы видим с каждым годом, что Институт общественных палат Московской области в каждом муниципалитете Подмосковья все больше и больше набирает определенную силу. Первым делом предстояло выбрать председателя. Кандидатуру Захара Иванова предложил один из самых активных и уважаемых общественников Михаил Дикань. Его поддержали Виталий Шибко и Михаил Ерш. Порядочный и отзывчивый человек, который действительно болеет за Одинцовский район, который болеет за общественную палату, за жителей Одинцовского района болеет. Вот даже сегодня, накануне этой встречи, он встречался с жителей, которые должны переселяться в дом 100 по Можайскому шоссе. Это говорит о том, что человек неравнодушный и предлагают кандидатуру оставить для голосования. За Захара Иванова общественники проголосовали единогласно. Воздержался лишь один. Сам Захар Юрьевич и уже в статусе вновь избранного председателя внес коррективы в работу палаты третьего созыва. Прошлая общественная палата работала великолепно. Как вы уже сказали, занимала лидирующие позиции Московской области. Но мое мнение, я его сказал на последнем нашем заседании второго созыва, что немножко недорабатывали. Поэтому с этого созыва будут вводиться определенные новшества. Для многих это будет неожиданностью, может быть, для новичков, может быть, для постоянного состава. Но мы будем не то что закручивать гайки, а я предлагаю все-таки немножечко начать более интенсивно работать на благо нашего Одинцовского района. Еще один немаловажный момент – благодарности общественникам, не попавшим во второй созыв, но активно трудившимся на благо Одинцовского района. Виктор Погиблов, Владимир Гутров, Владимир Тренин, Владимир Мариников-Яшин, Леонид Пегарин и многие другие. Неравнодушных к общественной работе в палате не было. С боевым настроем активисты планируют работать и ближайшие три года. Буду трудиться на благо Одинцовского района в сфере спорта и надеюсь, что рано или поздно вы все будете выходить и заниматься спортом. Далее избрали руководящий состав. Ответственным секретарем стала Светлана Налепова, заместители Екатерина Чалова и Надежда Котович. Произошли изменения и в составе комиссий. Отдельно была сформирована комиссия по молодежной политике. Объединены комиссии по патриотическому воспитанию, науке и образованию. Юридическими вопросами в палате будет заниматься Сергей Измайлов. Комиссию по ЖКХ возглавил Сергей Ерш. По спорту и туризму – Дмитрий Гавердовский. По культуре – Виктория Степанова. Образование будет курировать Оксана Сыворова и ее команда. Молодежной политикой займется Илья Савельев. Антикоррупционные вопросы будет решать Андрей Остраухов, экологический Сергей Сармин. Также на первом заседании были сформированы составы рабочих групп. Направления те же – военные городки, контроль за ремонтом медицинских и образовательных учреждений, а также проблемным новостроем в Одинцовском районе. Ну что же, вот так проходили наши выборы. По крайней мере, вы, уважаемые телезрители, сейчас увидели структуру непосредственно этих выборов, поняли, кто откуда там появился. Это не люди с каких-то там, знаете, уже высот государственной власти и так далее. Это обычные общественные деятели, это обычные активисты, это обычные вы, обычные мы, жители нашего Одинцовского района. Я напоминаю, мы сегодня как раз-таки с ними знакомимся, видим новые лица нашей общественной палаты. Если у вас есть какие-либо к ним вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Мы работаем в прямом эфире, звоните. А мы пока что давайте посмотрим еще на наше новое лицо, Ирина Николаевна Грабарчук. Добрый вечер уже. Уже вечер. Девятый час. Ирина Николаевна, а вы, я так понимаю, тоже у нас представитель ЖКХ. Да. У нас сегодня трио. Трио людей, которые занимаются жилищно-коммунальным хозяйством. Это, наверное, самая большая проблема в России, поэтому... Похоже на то. К сожалению, похоже на то. Ну, мы помним, да, дороги и еще раз дороги. Давайте мы с вами вот о чем поговорим. О том же, о чем мы говорили с Антоном и о чем мы говорили с Еленой. Почему вы вообще решили в общественную палату прийти? Вы раньше занимались какой-то деятельностью? Да. Последние четыре года я занимаюсь активной общественной деятельностью. Началось это все с микрорайона Новая Трегорка, куда мы переехали в 2012 году. Микрорайон всему Одинцовскому району, наверное, известен своими проблемами. Начиная от недостроенных или с грубейшими нарушениями построенных наших домов. Отсутствие полной инфраструктуры, благоустройства, дорог и так далее. В общем-то, все проблемы новых наших районов. Да, мы все с них сталкиваемся и, к сожалению, СУ-155, которая застраивает большую часть Подмосковья, на тот момент застраивает. Насколько я понимаю, больше уже ничего не застраивает. Да, но проблемы мы-то все равно имеем на сегодняшний момент очень большие, связанные с этими застройками. Последний год в рамках ассоциации председателя Совета многоквартирных домов я больше погружена в систему ЖКХ, потому что в каждом районе, наверное, проблемы одни и те же. ЖКХ, дороги, куплицы. Ну и, собственно говоря, не из воздуха, не из ниоткуда взялись предложения, которые возникли на уровне еще области. Это губернаторские, в частности, программы, которые теперь предписывают компаниям застройщиков обязательно заниматься инфраструктурами. Мы все знаем об этом. Это детские садики обязательно, да, это программа «Доступная среда» и так далее. Потому что, к сожалению, как только власти начали заниматься массово вопросами возведения нового жилья, массово начали появляться и компании, которые готовы были за копейки, в общем-то, строить быстро, много и не пойми что. А жители районов потом страдали. Да, да. Мы, к сожалению, сейчас набиваем шишки на том, что началось еще в 90-е годы. И хорошо, что у нас сейчас некоторые программы, опять же, курируются губернатором района Московской области, да, курируются главой Одинцовского района. То, что эти вопросы вообще находятся на повестке дня, причем не для галочки, а непосредственно в рабочем процессе. Ну и если мы поговорим о новой треугорке, вы перечислили, знаете, что-то вообще мордор такой, да, дорог нет, инфраструктуры нет. А если можно что-нибудь более детальное, что конкретно там проблемного? Ну, одной из самых важных проблем, наверное, все-таки дороги, вернее, даже их отсутствие. А как вы к нам доехали, кстати? Замечательно. Так. А почему доезжали? Ну, по дороге. Так. Которую, наверное, тяжело назвать дорогой. По крайней мере, в нашем микрорайоне точно назвать нельзя. Там яма, да, или что, распушившиеся покрытия? Там она явнее. Там дорога, наверное, ее даже дорогой назвать, возможно, нет. Скорее всего, черновой слой покрытия асфальта. Бетон, бетонные плиты и один слой асфальт. Конечно, это все разбивается буквально в месяц-два, дожди разбивают. Какие-то ямочные ремонты вообще проводят? Ямочные ремонты у нас проводят по улице Кутузовская, которая принята на баланс городского поселения Денцова. Остальные дороги, то есть и между домами, и улица Чистякова, которая есть на карте, но ее нет фактически в микрорайоне, она отсутствует. Застройщик в свое время не передал дороги району. Район не может выделить средства на улучшение ситуации. На сегодняшний день, насколько я знаю, проведены судебные мероприятия, связанные с передачей городу дорог. Дороги были признаны бесхозными. И из последней информации Андрей Юрьевич Воробьев наши дороги внес в программу по улучшению. И мы очень ждем, что субсидирование будет, и мы эту дорогу получим. Ага, я правильно понимаю ситуацию? Смотрите, у нас дороги фактически являются бесхозными, поэтому они не стоят на бюджете муниципалитета. Поэтому, разумеется, муниципалитет не может в них вкладывать деньги, иначе, понятное дело, к ним возникнут вопросы у соответствующих органов. Ребята, куда делете деньги? А эти дороги не ваши? И так далее. И сейчас вот этот процесс несколько такой, ну, это то, в общем, что, к сожалению, в 90-х годах у нас и в начале нулевых частенько происходило. Сейчас этот процесс, он начинает возвращаться на нормальное русло, да? То есть судебное законодательство у нас помогает здесь. Да, он помогает. К сожалению, этот процесс, наверное, не быстрый. В рамках нашего микрорайона он уже длится полтора года. Ну, по судебным меркам это очень немного. Немного, да, но вот результат вот этих вот плохих дорог в новых микрорайонах, где новостройки, вот мы наблюдали недавно, да, у нас лето плохое в этом году, ливни. Это вы сейчас очень много комплиментов раздали этому лету нашему. Тонут новые районы, то есть, в принципе, понятная ситуация. Люки и решетки находятся выше уровня асфальта. То есть элементарно вода не попадает в ливневую канализацию. В нашем микрорайоне ливневые стоки вообще отсутствуют. И вы, наверное, видели в последние дожди, как весь наш район плавал. У нас даже показывали по федеральным каналам житель микрорайона на лодке плавал по нашему. К сожалению, да, это проблема не только гусарской баллады и трехгорки. И это проблема всех... Проблема Одинцовского района. Ну, новых. Да, в принципе, да. Ну, и всего города, судя по тому, как центральная улица тоже у нас плавала. Ну, я так понимаю, вы не хотите становиться новой Венецией с такой грязевой водичкой, да? Вы будете этот вопрос как-то выносить, будучи уже членом общественной палаты, на рассмотрение, правильно? Мы будем решать. Ага. Есть сейчас какой-нибудь личный у вас план? Потому что я так понимаю, что и Антон, и вы будете, и Лена заниматься каждым своим направлением. Вы пришли непосредственно не просто там заниматься вопросами Одинцовского района, да? У вас конкретные свои идеи, да? Вы люди, которые столкнулись со сложностями, и вы хотите их решить с помощью общественной палаты, будучи ее членами. Вот у вас лично есть какие-то сейчас уже планы, да? Кому хотите обращаться? Какие каналы, инструменты общественной палаты затрагивать? Для себя я вижу самый главный вопрос 5G-дороги, да, и общественная палата, она мне позволит выйти на некоторую ступень выше решения этих вопросов. То есть не просто делать обращение, дайте ответ в каком состоянии, да, какая процедура, а уже непосредственно каким-то влиять на эту ситуацию. И, конечно, хотелось бы, чтобы результат от этого был. А будет, уже покажет время. Покажет время и наш эфир, на который, я надеюсь, вы к нам тоже придете. У нас, к сожалению, не так много времени осталось. Я предлагаю последнюю тему рассмотреть. У вас, я так правильно понял, у вас прошла первая встреча, первое заседание вашей комиссии. Сколько у вас там вообще сейчас человек, кто у вас председатель, как вы вообще друг друга посмотрели, увидели? Какие впечатления? Председатель Сергей Михайлович Йорж, заместитель Глазунов Андрей, вот, человек у нас... Девять. Девять. Вот, пока, что в данный момент консультантов-экспертов не определили, то есть, не назначено. Скорее всего, это будут часть консультантов-экспертов, это те люди, которые работали до этого уже в общественной палате. Вот, и не исключено, что будут новые консультанты-эксперты. Естественно, новое видение вопросов должно быть. Ну что же, я так могу вам сказать по своему опыту, когда общественная палата второго созыва собралась, и мы вообще с этой идеей, да, здесь обосновались, с идеей непосредственно в прямом эфире разговаривать с общественниками, люди говорили о том, что изменений было много. Конечно, новая кровь, новое видение, как вы верно заметили, это всегда что-то, что, ну, что тут говорить, новизна, она и есть новизна. Так что я надеюсь, что, когда в следующий раз мы с вами увидимся, уже обрисуются контуры конкретных новых решений, которые вы с собой принесете, и, может быть, уже конкретно наметятся планы разрешения ваших вопросов. Спасибо большое, что приезжали к нам сегодня. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы знакомились с новыми лицами общественной палаты Одинцовского района, теперь уже третьего нового созыва. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84, звоните нам в течение недели или сразу напрямую обращайтесь в общественную палату. В этом плане у нее ничего не изменилось, до сих пор работает весьма удобный интернет-портал. Там вы можете найти адрес электронной почты или форму обратной связи. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok